Уважаемые соратники, друзья и гости нашего съезда. Сегодня мы собрались на наш очередной съезд в совсем непростое время. Не все в нашей жизни подается логическому осмыслению. Бывают, происходят события, возникают явления, понять и принять которые можно только отнеся их к разряду необычных, странных. Вот таким странным явлением и является наш съезд. И вот почему. Вспоминая нашу учредительную конференцию в этом зале в 2011 году, где мы и наши соратники были полны надежд сказать проще горели, выглавленные нашими идеями возрождения России. Это было время становления партии, прозрения будущего. Прошло 8 лет. Сделано было немало. За этот период Великая Россия старалась достучаться до души и сердца всего русского народа. Но надо признать, наш великий и могучий спирь. За этот период были предприняты неоднократные попытки объединения с другими партиями и организациями, националистическими. Что получилось из всех этих объединений, вы все знаете. Я бы сказал, получился неуспех. Во всех наших начинаниях на самоорганизацию русского движения мы сталкивались и сталкиваемся со скрытыми программами и учениями наших исконных врагов. На этот момент есть даже ссылка у теоретиков русского геноцида, Бжезинский, по-моему, что лишь немногие будут догадываться о реальном положении дел по уничтожению русского народа. Но хочу огорчить всех этих врагов-теоретиков, что они ошиблись. Партия Великая Россия вскрыла все эти одурманивающие технологии геноцида, потому и буксуют все гарвардские, хьюстонские проекты. Но, хочу сказать, еще так же спит наш великий и могучий русский народ. Посмотрите на то, как торопятся наши недруги в деле размывания русской самоидентичности. Только один пример. Торнер. Территория опережающего развития. Это один из первых шагов к размыванию национальных и государственных границ и движения в сторону построения очередной химеры нового мирового порядка. А почему же молчит народ? Почему бездействует и молчит в этом вопросе так называемая русская ПЦ? По-моему, сейчас самое время бить в колокола, будить русский народ, вставать за веру, за землю русскую. А она молчит. Молчит, потому что сама находится в иллюзии и не видит предыдущей беды. Почему так? Каждый задавал себе, наверное, этот вопрос. Все дело в том, кто управляет РПЦ. А управляют ею, вы знаете, монахи. Монахи-чернецы. Так вот, монахи, не имея опыта построения своей семьи, опыта рождения и воспитания своих детей, так же иллюзорно и управляют нашей церковью, находясь в прелести. Я считаю, что этот вопрос надо серьезно донести до всего русского народа и обсудить. Мое же личное мнение, однозначно, во главе нашей церкви должно стоять белое духовенство. Достойные и достойные. Священники, имеющие семью, детей, должны находиться в герархии управления. Также, я думаю, что вот такой переход в нашей церкви от управления черного к белому духовенству думал местищийся осуществить наш царь православный Николай Александрович, прося сенок неоднократно утвердить его в чине патриарха, русского патриарха. Хочу повторить, что вопрос этот серьезный и эпохальный, и требует разностороннего обсуждения на всех площадках. Также партия «Великая Россия», я думаю, что в ближайшее время вынесет для обсуждения этот вопрос на грядущем русском соборе. Развиваем мысль далее, и я думаю, что не только в церкви, но и в государственном управлении. В руля государства должны находиться люди убежденно семейные, чтущие институт семьи, как одно из главных божественных заповедей. Вот тогда и не будет у нас подмен на двойников, тройников, семья не даст. В деле партийного строительства считаю необходимо убрать иллюзию всезнайства и какого-то обособленного бытия. На сегодняшний день нашего существования у нас уже не получится уйти с улицы и окопаться только на просторах интернета. Русские люди есть и там, и там. Отсюда и надо искать их, и на улице, и в соцсетях. Но мало людей просто найти. Необходимо самим научиться с ними общаться, понимать их и во многом прощать. Русских людей прощать. Стараться прощать за некорректно заданный вопрос, за агрессивный вопрос или даже какую-то неосознанную провокацию. Научиться обсуждать цивилизованно взаимоотношения между мужчинами и женщинами это очень серьезный вопрос. Это как космос и земля. Где мужчины, это космос. А отсюда на нас лежит вся ответственность за наших женщин. В ближайшее время всем нам мобилизоваться, подготовиться и провести русский собор и вынести на него все вопросы современных дум и чаяния русского народа. Одним из них партия Великая Россия выносит на всенародное русское обсуждение на соборе. Это вопрос о нашем национальном лидере. Не буду вызывать фамилии, хотя думал кого-то предложить. Лидер пусть выбирает народ. Лидеры это те, кто знает каждую минуту, да и не только минуту, а каждую секунду, куда вести свой народ. Всем успехов, здоровья и самых лучших начинаний в деле русского возрождения. Спасибо.